Утешитель душа истинна, и живет с дельцем, и вся исполняет сокровища благих, И в жизни подателю приди все лица мы, и очистил и от всякие склемы, и спаси блажей души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови Тебя наши занятия, беседу по Слову Твоему Святому, для того, чтобы спаслись наши души, дай нам, Господи, всего нужного разумения из Слов Твоих святых, и чтобы мы могли все это нести в мир другим людям, рассказать о Тебе, чтобы прославлялось имя, святилось имя Твое Святое, в этом мире прелюбодейном грешном погибшем. А нас сохрани, Господи, и всех верных Тебе. Тебе слава за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Матфея, шестая глава. Да-да, это Александр Шкана. Матфея, шестая глава. Кто-то там ловит. Что творит? Это не просто так ловит. Быстренько. Сюда иди, Карамеля. Карамель, иди сюда. Надежда Васильевна. Карамеля, Карамеля, Карамеля. Я ее место заняла. Ты говоришь, ты говоришь, как? Да как, ну как. Очень просто. Я, че, иди, 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 иди. Так, сегодня занятие ведет Раиса Николаевна у нас. Нет, я вообще не знаю. Раиса Николаевна, давайте, начинайте. Да мы поняли вас. Я просто к тому, что вы сейчас заряжена какая. А мы сегодня с братом слушали целый день. Василия Великого, полководина обстанная. Сейчас так начнем выдавать. Первый. Надежда Васильевна, ну вы опоздали, поэтому уж простите, что мы не кидываемся, сломя ноги, тут и голову. Мы ребятишки. Шестерка так долго шла, остановилась. Там нету плечиков. Сюда принесите, вот сюда подвесите, пожалуйста. Тапочки. На каждой установке столько. Где у вас тапочки, да? А там они, в это, в шкафу. Тапочки. Шкафу, где сдавайте? Нет, под низом, да, 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 здесь, здесь. Сейчас все, ждем, даже разговоры. Даже без разговоров, все, ждем и все. Что-то тут уже сейчас. Сейчас он скажет все. Шестая глава, мы последний стих прочли. Будьте как святы, как отец ваш небесный. Который посылает дождь на праведных, неправедных. Шестая глава с первого стиха, что там думать? У вас не было, что ли? Да, у вас не было. А, а я не была? С первого стиха. Как будто, мне кажется, на кону доходить. Все, все, все. Шестая глава с первого стиха. Аминь. Смотрите. Не творите милостяне вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от отца. О, хорошо. О, да будет. Первая глава. Ой, простите. Матфея шестая глава с первого стиха. Смотрите. Не творите милостяне ваши пред людьми, с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от отца вашего небесного. Толкование. Возведши к самой высшей добродетели любви, Господь восстает против славы, которую обыкновенно сопровождаются добрые дела. Если ты творишь с делами милосердия и предчеловеками, но не с тем, чтобы на тебя смотрели, не будешь осужден и не потеряешь нужды. Но если делаешь то из тщеславия, то потеряешь награду и будешь осужден. Хотя бы делал то и в клику своей. Бог карает или увенчивает намерение. Читали уже у меня поправлять. Я говорил намерение. Намерение, да. Этот, кстати, тебя поправят. Сами други. Этот стих мы прочли на прошлом занятии. Второй стих. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Толкование. Говорит так не потому, будто лицемеры носили при себе трубы, но чтобы более опорочить их намерение. 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 Это суть те, которые в сердце своем не то, чем показываются. Так они кажутся милостивыми, но на самом деле не таковы. Они показываются милостивыми, чтобы видели их другие. Их хвалят. Их хвалят. И посему они всем самым получили всю свою награду от людей, а не от Бога. Ян Златоуст добавляет. Это говорит Господь, Спаситель, для того желает показать их великое безумие. И насказанием этим осмеивает и осуждает их. Милостыня их имела одну только личину милостыни, а сердце их было исполнено жестокости и бесчеловечья. Они творили ее не из милосердия к ближнему, но для получения славы. Крайняя жестокость искать для себя чести и не избавлять от несчастья другого, когда он погибает от голода. Итак, Спаситель требует не того только, чтобы мы подавали милостыню, но и того, чтобы подавали ее так, как должно подавать. Сейчас как должно подавать, сейчас как раз прочитаем. Третья и четвертая стихи. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И отец свой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Толкование. Не с преувеличением сказал так. Если можно, скрой и от себя самого. Или так. Левая рука принимаемая за тщеславие, а правая за милостыню. Итак, милостыня пусть подается без тщеславия, дабы тщеславие не украло твоей милостыни. Когда воздаст? Тогда, когда окажется вся нога и объявлена. Тогда наипаче и прославишься ты перед всеми небесными силами и святыми. Данила 7.10 Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему и ему. С большой буквы. И тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись в книге. Вот тогда и будет что? Еще добавление от Иоанна Златоуста к этому же стиху. Значит, Господь разумеет, что здесь. Те недостаточно, говорит, объясняют данные слова, которые думают, будто спаситель повелевает в этих словах скрываться от худых людей. То есть не творите перед людьми. То есть перед плохими людьми не творите. А перед хорошими они же вас поймут вроде. Но это неправда. Здесь Господь повелевает от всех скрываться. Обрати далее внимание, какая обещается награда. Упомянув о наказании, ожидающем лицемеров, спаситель показывает и эту славу, которая ожидает раздающих милостыню в тайне, чтобы и тем, и другим возбудить своих слушателей, возвести их к высокому учению. Внушает так, что Бог везде присутствует и что наши дела не ограничиваются настоящей жизнью, но что после этой жизни мы предстанем на страшном судилище. Дадим отчет во всех делах своих и получим или почести, или наказание. У меня как раз сейчас на суд предстал брат, вчера помер. На 4 года меня старше пил-пил. Это про которого ты рассказывал? Да. Александр, все, вчера помер. Вздохнул, говорит. Мама его доходила до конца. 78 лет теке моей. Все, так он на меня не позвал. Я ему сказал, будешь тяжело, говорю, зови, я приеду. Я тебя поддержу, если надо, все. Но он так и не позвал до конца, курил. Пить уже не мог, потому что у него все, ничего не лезло. Все, от больницы отказался в письменном виде, чтобы его не брали в больницу. Какой был мучитель, с детства всех мучил. Такой и до конца был. Ну, я сегодня брату говорю, брат, обязательно сюда посетите, потому что тут бабушка жила. И он сюда приходил, и у бабушки пенсию забирал. Мы тут с ним очень много ругались. Я его тут обличал, все. Говорил ему, что его впереди ждет. Ну, это был где-то последний раз, где-то было 98-й год, 99-й. Это вот, который у тебя 50 тысяч просил на Барберу, да? Нет, нет, это младший. Это его, это его брат младший. А это вот мой двоюродный брат. Двоюродный? Да. Ну, по маме, моего дяди, маминого брата родной. Вот эти братья. Ну, это самые близкие мне люди, которые с детства я с ними воспитывался. Мы были в деревнях и здесь, в Барнауле. Ой, это пьянка сколько. И теперь, я говорю, он сюда точно прилетит, его душа. Прямо молюсь. Ну, ему ничем не помочь. Конечно. Мама, правда, говорит, а он же крещеный, я же этого крестила. Ну, не погружением, конечно, но крестила. Я говорю, а сколько раз он был в церкви? Ни одного. А сколько раз он молился Богу? Ни одного не молился. Он даже это проклинал дело все. Ничего и не надо было. Все. До какой степени сейчас душа его, как говорит, душа, которая не готова. Она когда видит страшные бесовские силы, которые подходят, она ужасается, трепещет. Ужас на нее страшно нападает. Она никуда не может. И тут, говорит, накалывают ее на трезубец, как показывают богача, когда Андрей Блаженный-то видел. Все идут, процессия провожают, плачут по нем. Сейчас там поминки, конечно, готовятся. Водку будут пить, а то он мало ее выпил. Она, это водка ее. Ну, можно сказать, как самоубийца. То есть, в больнице несколько раз его отвозили. Он оттуда прям сбегал. И потом приезжали к нему, он подпись ставил, что отказывается от больницы. Отказывается, отказывается. И в конечном итоге. Все на матери было. Ну, все на матери, все на ее сердце. Как сердце там у нее выдержало, дядь в машине, не знаю. Ну, то, что тут просто еще один сын есть. Она говорит, я уже не могу, я уже не могу. Плачет. Я говорю, ну, надо везти в больницу, потому что он не хочет. Он, говорит, прям сопротивляется. Ну, вот так, до такого безумия доходить не надо. Ну, отчего она, тоже понятно. Человек не хочет жить уже. Все, ему, он сам себе надоел уже. Они одержимые. Когда там одержимость была. Ну, его брат, говорит, он был с ним. Я с ним давно не виделся очень. А он, говорит, он, говорит, как дурак какой-то. С ним, говорит, говорить нельзя. Я, говорит, приезжаю так, чтобы маму, говорит, поддержать. А его даже с ним не разговаривают. Ну, он и разговаривает, так, уже. Все, пьянка. 54 года, 54. Чуть старше меня. И уже не надо никакой жизни было. Все, я ушел. Да? Ну, вот. В наш адрес супреки. Когда вот мы творим милостыню, раздаем пищу нетленную, нетленную, Евангелие, ну, и поговорим, что вы вот все это для интернета делаете, чтобы все вас видели, что числа его в прелести. Иногда вот Игнать Тихону часто вот такие упреки, что вот зачем ты все это рассказываешь. Ну, вроде как. И место Писания вот это приводит. когда творите милостыню, не трубите перед собой, а вы на весь интернет заставляете. Вот. Ну, что можно сказать свое оправдание. Вот когда мы в последний раз Довольно. Говори, говори. Когда в последний раз раздавали, да и не в последний раз и постоянно слышатся такие реплики. Православные не раздают. Православные не раздают. Единственная целью, что мы показываем это в интернете, показать людям, что православные раздавали, раздают, и Бог даст, будут раздавать. Занятия. Я сейчас... Просто... Нет, я приеду. Просто один приеду. В православии случилась такая беда, что вот молчание, вот эти монашеские подвиги поставили во главу угла, что совершенно не сходится с Евангелием и тем, что говорит Христос. Христос говорит, да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, как они увидят? Ну, вот мы и показываем, чтобы они увидели. Не из тщеславия ради. Прославляли Отца вашего Небесного. Вот для чего мы и делаем. Вся слава... Если нас благодарят, я даю, я не говорю... Я говорю, слава Христу, что Он меня побудил на такой подвиг. Ему вся слава, не мне. Мне совершенно ничего не надо. В воскресный день я вместо того, чтобы там провести время как у телевизора, на диване, там с пирожками, с мамой там все. Я иду и ради любви это к людям я это делаю. Дух Святой повелел. Вот. А может вот... Вот от чего нас предостерегает Писание напасть? Конечно может. А просто молишься и... Чтобы... Тем более я вот... У меня награды такие. Я чемпион России, мастер спорта. И все-все спортсмены, все там на тщеславе все. Выставка собак, ярмарка тщеславе. Ярмарка тщеславе. Заплати дяде, и он скажет, что твоя собачка лучше, чем другая. Все. И люди платят столпами там... Как бы... Вот. Господи, огради нас от тщеславя и дай нам светить. Разрешите еще моему... Брат, я это... Объявление сделаю. Там Ольга Борова позвонила, сказала, Евангелие привезли. То, что я пойду. А, привезли, да, уже? Ты поехал? Да, я пойду, брат. Что ты тут посадишь? Да, просто тебе читать, брат. Да, да. Придется... Там 370 килограмм. Ну, выбора-то нет. Еще Сергей сам изъявил. Ну, у нас как раз... А что? Да, он один перенесет. С Божьей помощью. Да, помоги, Господи, брат. Трудись. На патеновой. Да, ну, это как бы... Подводное... Подводное течение показывает, что река-то течет, она не застаивается. А сверху смотрят вот люди. А что, ну, река... И вот, вот, медленненько так все течет. А есть подводное течение. Оно намного скоростнее. Оно в центре идет. Потому что оно спокойно, его проносит между вот этих трущихся везде областей. Здесь ветер. Не в ту сторону. Тут берега, там дно. А это течение не идет и идет и идет. Это вот одно из подводных течений. Как достаются... Никто не спрашивает вот так. А где вы столько Евангелий берете? Откуда вы? Вы что их копите и потом... Перед интернетом раздаете? А мы постоянно раздаем эти Евангелия. Перед... Перед... Вернее, для интернета. Перед камерой, без камеры. Они идут и идут Евангелие. Вспомните, сколько у нас было Евангелий. Начинали мы все даже и не с Евангелия. Не было Евангелия. Это был 96-й год. У нас были... У нас были вот такие вот маленькие квитки. Вот такие... Если их сложить в четыре... Вот такой газетный листок. О крещении, о Библии. Мы людям давали. Там таким мелким почерком было написано. И чтобы можно было... Вот как сейчас я Евангелие показываю и говорю людям. Бабушки особенно идут пожилые. Я говорю, Евангелие. Крупный шрифт. Поглядите. На белом фоне какие крупные. И там если... Кто только заглядывает сразу. Ух ты! Прям очки снимают. Ух ты! Все бабушки такие. А, да. Вот, пожалуйста. Вот брат нам предоставил. Вот она. Первое наше было. Вот что мы распространяли. Кристина укрещение. Собирали деньги. И это было приложение к газете там. Одной, Барнаульской. И нам печатали. Вот так она выглядела. И здесь все о крещении собрано. В другом месте идут о Библии. Все о Слове Божьем. Потом о посте. Табакокурение там было. Милостыня. Вот как раз мы сейчас о милостыне говорим. Как правильно подавать милостыню. Как раз вот все... Облагости. Все, что было о милостыне, там вот в этом небольшом у нас как бы таком абзаце. Все там было сказано. То есть тут как раз и говорит Госпаситель. Правильно подавать милостыню. Правильно молиться надо. И вот опять же тут говорится так. Сейчас еще раз я напомню. У тебя... Вот как... И так, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах на улицах, чтобы прославляли их люди. Чтобы прославляли люди, говорится об этом. А люди... А люди-то часто, часто очень нас, наоборот, не прославляют. Ну, за малым только, за малым не проклинают. Поэтому разговор-то идет о тех вот людях, эти фарисеи были. Они останавливались, и написано, что воскрыли у них были колокольчики, бубенчики, там ниточки, чтобы на них люди смотрели. Выхватывали их из толпы и наблюдали за ними. И вот тут они показывают восхищение, как бы религиозный такой экстаз, показывают что-то там молитвенное и так далее. Так почему? Потому что люди знали, кто такие фарисеи. Фарисеи это политико-религиозная партия того времени и Израиля. Все знали, что они, как бы, с одной стороны, с властями римскими имеют какой-то союз, а с другой стороны, они за народ. А весь народ против этого рабства римского. Все это знали. И поэтому, как бы, такие люди нужны. Это первые наши руководители. И вот они показывают пример. Какой пример они показали? Христа распяли римскими руками. Это вот их пример. Вот это они любили. Они выискивали то, что нужно было сделать для возвеличивания имен их. Во-первых, всей партии этих фарисеев, от них же книжники написано. И утаил все от мудрых и разумных. И написано, мудрые, это Христос говорит, благодарю тебя, Господи, что утаил от мудрых и разумных. Мудрые, это, говорит, фарисеи и книжники, а разумные, это их ученики. То есть тот народ, который шел за ними. А его было тоже много, этого народа. И они-то и были вот этим самой массой, которая помогала прославлять их. У нас-то все совсем с точностью да наоборот. Любой православный плюнет в нас, ткнет пальцами и скажет сектант. Проходит это та, которая сейчас на Ромашу нашу барабаш учит. Длинная такая, высокая. Ну, кто знает, Покровский собор, она там клир ведет. Такая высокая, вот такая согленная все время. Такой у нее взгляд. Из-под очков она такая сверху идет, смотрит. Ну, страшная такая, какая-то страшновато. И мимо проходит я ей визитку, Евангелие. Она, мы у сектантов ничего не берем. Я говорю, вы много знаете, я смотрю. На страшном суде будет вам легко отвечать за свои слова. Они все знают. И что я тут такого великого получил, хорошего. Но это меня не сняли как раз. Я просто стоял и сдавал. В этот момент Надежда Васина там была, Мария Ра, ходила там по этажам, туда-сюда бегала уже 89 лет бабушке. Еле-еле. Девчонка вот такая маленькая, все ей бегала, все подавала ей эту литературу. Потому что у ней хорошо берут. А если бы я туда пошел раздавать, сразу вышел бы такой детина двухметрового роста. И начал бы со мной отношения выяснять. Тут же. И кому это надо? И кому это выгодно? И что тут интересного, такого великого, замечательного? Ну брат у нас вот он любит, брат Сергий, покажи себе. Он любит экстремал. А я не люблю экстремал. Потому что мое дело рассказать людям о Христе, если возможно. Или дать Евангелие. Конечно, дать Евангелие это выше всего. Потому что как я там о Христе расскажу, кто его знает, никто не поймет. А уж Евангелие дал. Ну вот оно, Евангелие. Уж никак по-другому не понять. Взял человек, читает. Вот он уже слова. Я прям так и говорю им. Показываю четыре Евангелия. Это книга правил. Мы четыре Евангелия даем. Красные такие. У нас там подоконники. И говорю, вон оно под книгами, там увидите. И говорю, вот это четыре Евангелия, говорю сразу. Все слова Иисуса Христа, без предиллюстрации, все о вечной жизни. Хотите о вечной жизни знать? Берете вот эту книгу, начинаете ее читать. Вот оно. Здесь четыре Евангелия. Все идут подряд. Благословение, как ни странно, прям невероятно. Патриарха Кирилла. Для бесплатной раздачи еще написано. Патриарх Кирилл. Прям легко как бы раздавать. Но с другой стороны, всегда еретики. То есть все, что там наш епископ Сергий тут пытается показать и так далее. Но не обмануть. Никак. Я был в гостях у крестника своего. С Сашей беседовали. Он сейчас в греческой церкви был нашим дьяконом. И он говорит, а я не верю, что вы не в Московской Патриархе. У вас, наверное, у батюшки какая-то тайная молитва, говорит, специальная есть, которая молится за Патриархат. Я говорю, Саш, ну ты дал мне, махуй. Ну, с чего? А я, говорит, тебе покажу сейчас. И показывает у него там интернет. Он показывает перечень. Зашел в сайт Московской Патриархии. И там идут перечень иерархов. И в их перечне стоит митрополит зарубежной церкви Иларион. А в конце написано РПЦ. То есть мы как привыкли? РПЦ, а в том Зе. А они так. Митрополит зарубежная церковь. Монреаль, там это, Нью-Йорк-Монреаль, Монреаль, митрополит этот. И тут РПЦ стоит. И они так везде стоят. Они же не ставят МП. Они так не ставят. Они же хитрые. Они везде РПЦ. И кажется, что в одном перечне и правда там все есть. Я говорю, Саш, ну ты же смотри, впереди зарубежная церковь стоит. И она так всегда стояла. Нет, нет, он говорит, он шагу не сможет сделать без патриарха. Я говорю, да ты что, смеешься что ли? Шагу. У себя он там может рукополагать, делать все, что захочет. Не согласовывая. Не согласовывая. Он говорит, может, единственное только. Если он человек отсюда и так далее, может советоваться там и так далее. Это может вполне. И там есть вопросы, которые касаются зарубежной церкви. Они рассматриваются, допустим, здесь. В совете. И тогда приглашают оттуда представителей. Бывает, что сам он прилетает. Ну, то есть, не гордые прилетают. Но это мне даже нравится больше. Я говорю, понимаешь, Саш, мы что тогда, говорю, ходили в храмы Московской Патриархии. И говорили, что благодатность есть. Что сейчас? Мы-то не против Московской Патриархии. А у них все это, разрыв. Они же там, у них сильно, как старообрядцы с новообрядцами у нас. Так у них старостильники и новостильники. Те, кто принял старый циферблат, у них еще хуже даже. Он нас хоть за персты, а у них всего-навсего за календарь. Его и вообще не видно. За календарь? За календарь старый стиль, новый стиль. Ну, по старому стилю с католиками же тогда, по новому стилю с католиками придется справлять пасху. А чтобы этого не было, поэтому. Но начинаются, когда разговоры, о какой стиль там. Стиль вообще, оказывается, не играет никакой роли. Да, конечно. По идее. Но, с другой стороны, вот люди до такой степени дошли, что в Греции произошел раскол. И, ну, и вот Саша относится к старостильникам. То есть, он у них считается самая почти что наисамейшая чистота церкви. Вот у них. Но, как ни странно, появился еще один епископ, который и их сказал, что они еще хуже. Да, у них там что-то тоже заметили. А он самый наисамый. Святой. И всех-всех позапретил, все еретики вокруг. Все, только вот он один, этот епископ. У него такое интересное имя. Я сейчас забыл. Не елирик. Как-то типа такого что-то тоже наим. Ну, в общем, для меня это так странно. Как еретики все время новые и новые секты рождают. Так православие в своем заблуждении вот этом великом не проповедовать людям, не искать обращения и призыва в церковь, призыва голосом огласительным. Только одно. Пускай как хотят придут, а мы тут покажем всю красоту богослужения. Будем там мочить, крапить, будем дымить, будем там все уже. Тут только в церкви. Но из церкви никогда не выйдем. Выйти нельзя из нее. Тихо. Не выходим. Все тут сидим. Как в вертепе разбойники. Сидят, ждут ночи. Я хотела, как раз ты говоришь об этих отколах, о расколах. Вот ты на встрече в воскресенье разговаривал с протестантами. И вот ты сказал, вы пятидесятники? А они говорят, нет, ну протестанты. А он говорит, а вы говорите другими языками? А он говорит, говорил, так вот вы десять пятидесятников. А он, Давыд, ты ничего не понимаешь. И туда начали. Мы говорят, от Мартина, Лютера, Кинга. Кинга, да? Я говорю, от Кинга, может Кинга не надо? Так ты ничего не знаешь? Их два было. И так мне, два. А почему Кинга? Я тоже хотела у тебя вопрос. Кинг? Какое отношение Кинга имеет? Никакого не имеет. Просто они умничают и умничают, они попадают часто в просаг. Они мне тех Кингов уже столько наслывали, когда я стоял на площади. Я говорю, вы этого Кинга-то что все упоминаете? А он там этот, лидер африканского движения, они его упоминают. Он причем через религиозное. Он там был, этот пастырь был. Да, и поэтому его слушали. А мое такое впечатление, что его Кинг, Кинг это король, назвали. Он, скорее всего, у них же это очень сильно, как и Нельсен Мандела. Он был сначала сыном этого императора, этого африканского племени какого-то. А потом, когда отец-то умер, он вообще у них король. А все, они это все скрывают, революционеры все скрывают, это скрывают. Представьте, сказали бы, что Нельсен Мандела, он на самом деле там у них царь в африканском племени. Так что вы на мозге все пудрите Анджелами Дэвис вашими, этими Манделами? Настоящий Мандела этот. Ну, я бы был тоже королем, и меня бы тоже почитали все бы тайно. Так бы, как бы, а, ну мы не скажем никому, но мы-то знаем. Так прежде чем королем, надо прицом быть. Ну, а что, ну, в том-то и дело, он и был. Молодой, да? Ну, а Саша сам-то у нас с сектантами считает, сам Саша. Какой Саша? Загуляет. Нас. А, Наста? Ну, и теоретиками-то однозначно, конечно, считает. Я думаю, поэтому он нам и говорит, чтобы мы опасались этого всего, чтобы мы спасались. Ну, он не говорит прямую, там, ты еретик и так далее, все-таки, у меня же, это, сынок там, крестный. Ну, я, в общем, сам как бы не засветился еще. Да, я просто вспоминаю, как мы молимся, о чем идет речь там у нас и так далее. И батюшка там рядом и все. И он говорит, да, он говорит, просфорный, говорит, вынимает там, видать, тайно, говорит, за патриарха тоже, говорит, вынимает. А тебе какое-то дело-то у тебя? Я вот тоже хотела спросить. Его дело огромное. Он же ушел. Зачем это все? Сексиленон лет назад уже. И он уходил не просто так, а сказал, что вы, все равно, ваша община попадет в московскую патриархию. А мы тогда говорили, да никогда этого не будет. Мы ушли из московской патриархии. И пока мы не увидим качественных перемен, достойный плод покаяния московской патриархии, но эти три основных пункта, вы все помните, что экуминистическое движение, чтобы они вышли из экуминизма. Второе, чтобы... Почему крещение? Продали анафему, декларацию Сергия. Декларацию митрополита Сергия. И третье, это новомучеников прославили, тех, которые были против Сергия. А их очень много. Их сотни священников и десятки епископов и митрополитов. И они все засунули их подальше в бардачки, разложили. И там по одному теперь вытаскивают только епископов, которые сергианцы были. Там Фетченкова и так далее, начинают прославлять их. То есть их замучили именно за... Их именно замучили за то, что они не приняли декларацию. Прямо конкретно нужно было подписывать декларацию. Они не подписывали. Соловецких мучеников сразу 32 епископа подписали анти... Написали анти-декларацию. И Соловков, она попала в печать, причем в зарубежную печать. И все были убиты. Все, никого не нашли. Не знают ни где, кто... Все без вести пропавшие. Ну то есть или потопили там, как говорят, топили на плотах прям и прям отправляли в Баренцево море, в штормы и все. Или же прям там морозили. Итак, я просто к тому говорю, что люди говорят, вот вы там специально на камеру и так далее работаете. Если бы мы на камеру работали, интернета бы всего не хватило, сколько у нас дел было событий. Это надо было с каждым, чтобы с Ниной Александровной ходила, Володя, да еще можно и меня было. Потом Раиса Николаевна, сколько проповедовала, тоже помню. Валентина Павловна, сколько вы с вами прошли 9-ти этажек, 12-ти этажек, как раз мы были напарники с ней. Мы здесь где-то лазили. Ой, где только нас не было. И этот, Кощейку эту там обходили. Я сколько посоветую. Стариками. Я думаю, что мы даже в то время трудились больше, чем сейчас. Потому что мы тогда были моложе. И у нас было крепости и силы больше. И сколько, ну тогда не было этого. Интернета не было. Не было вот этого. Да, да, да. Мы не были, ну как, не было вот этой техники, которая нам сегодня позволяет. И сегодня-то какой мизер попадает сюда. Сюда-то так это ничего, я не знаю, какая часть попадает. Те труды, которые мы раньше-то делали, сколько мы ходили 9-ти этажек. Если бы снять, как вы со своей сестрой беседовали, умирающей. Да. Или вас снять, как вы беседовали с сестрами, когда они обратились. Да. Это в этом... Одни клочки-то, если бы все это, сколько я туда лет ездила, и это было бы... Это правда, это сериал бы получился. А ведь у нас в клочках-то был только маленький кусочек вот захвачен. А в самом деле сколько... А я стоял 7 лет на площади. Можно было вообще снимать, и там можно было фильм бы монтировать. Я не знаю, на сколько, десятков часов. Потому что я постоянно каждую субботу стоял, и стоял, и стоял, и стоял. И там такие были беседы. Там столько людей собиралось, толпы собирались людей. Вопросы поднимали. Да. И божественные, главное, интересно. А у меня же тут и священное писание, и все было под рукой. Я часто открывал, и мне помогали, сколько еще людей. А сколько в этот момент ходило сестер, благовествовало. Приходило до 15 человек, и вокруг ко мне подходили только, брали опять Евангелие. Мы всегда что-то давали. Всегда у нас. У нас такого не было, чтобы мы просто так пришли, здравствуйте. А вы веруете, не веруете? Всегда мы... Или самое маленькое, это нашу визитку мы даем. Да не только. А так, как всегда, газету или несколько газет. А теперь целая Евангелие. Вы понимаете? Евангелие человеку. Все. Конец цитаты. Господь говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Все. Евангелие отдали. Кайтесь теперь, люди. Ну, как до покаяния довести? Как этот мальчик пришел на то занятие, сидел, выслушал все, прочитали Слово Божие, прочитали Блаженов и Филакта. Я еще добавляю из златоуста, еще что-то сказали. Ну так, ну все, идем дальше. А вы мне поясните, я что-то ничего не понял. Вы представляете? Вы представляете, как научить человека, когда он вообще впервые. Вот те, которые говорят, вы там это. Вы просто, эти люди, они вообще не понимают, как далеки они от любви к Богу. Это для того, чтобы ты вышел к людям и что-то им рассказал, понятно, вразумительно, и чтобы они что-то поняли от твоих слов. Тарабарщины, или ты там, может быть, вот так разговариваешь. Это надо быть, не знаю, каким ревностным, каким подвижником и сколько часов проводить за Библией. И вот в таких беседах, чтобы с тобой делились, как это делать. А если ты даже не будешь выходить, а только сидишь там, это вы на камеру. Да ты пока будешь квак-квак-квак-квакать уже, все, уже все лягушки разбежались. Они уже... По сектантам. Да. Уже никого нет. Чего ты квакаешь-то? Иди вперед, и людям надо, человек, рассказывать. Не на камеру, на камеру. Нам вот совершенно, вот мне лично, наоборот, даже нравится посмотреть, как там кто беседует. Ну, и там видно, что люди выходят там и покайтесь там. Ну, идут там ребята там некоторые, покайтесь туда-сюда. Я говорю, ну да, хорошо, ты вот кричишь, покайтесь. Ну, люди-то я знаю, как бегут. Они вот так раз побежали, они услышали одно покайтесь. 99 человек сказали, идиот, все, один может только что-то задумается и скажет, что он там говорит. А мы слово Божье людям даем сразу. Радуются, когда вот некоторые... То есть они от нас приобретают, во-вторых, мы успеваем еще что-то может сказать, а если и не успели, то он все равно книгу-то откроет, а если не он, то ясно, что такую книгу не будут выбрасывать. Если выбросит один, это такой, как Саша, дурачок мой, который помер, брат. Он мог выбрать, мог порвать, ему все равно. Но это таких редко, это вообще супер уже конченые. Они не подойдут, они обычно отбегают. А еще вот, когда мы ходили, Людмила Степановна, Алла, и Дмуха Таня, и Надя Дмуха, то есть ходили в интернет, в санаториум, там взяли, собирали людей, беседовали, насколько интересно было. А потом Таня играла на фортепиано, Надя Дмуха, они вместе пели. Ну так было здорово, вообще такой контакт был. И вдруг, вот долго мы ходили, долго мы ходили, и вдруг потом сообщили, что... А вы у Максима просили благословения? Начинается. Опять. Они там всех подняли, этих, кто нам разрешил администрацию, всех, и все, и нам отказали. Как печально было, а какая... Атмосфера. Какое свидетельство было, какая атмосфера была, сколько людей собрали. Религиозно. А вопросов сколько задавали. Вы говорили, сколько вам относится вообще. А у меня на столе книги Игнатия, Евангелия, что бесплатно брали, что там за деньги, кто покупали, все брали, и даром брали. И сколько было интересного и полезного, главное полезного. И все это только теперь в ваших рассказах. Вот нету этого, вот не выставили. А то, что мы немножко выставили, это просто мы людям показываем пример. Потому что люди-то вот сидят, вот кто-то только квакает, вы там что, кваква. Это вот джабы те самые, помните, из преисподней, которые вылезли. Они только квакать могут. Подождите, я еще при Надежде Васильевне. Это книга откровений говорит. А, дом приставили. Клеведники там всякие, завистники. Я правлю этому. Вот этот белый еще там тоже. Вот этот белый. Так, ну ладно, все. Все, хватит вспоминаний, все понятно. Давайте дальше идем. Вот так интересно было вообще. Игорь, можно я минутку расскажу? Что? Да сказали вы. Нет, я хочу сказать, что люди были очень благодарны, пока не остановили те, которые... Ну, наша церковь православная. Пока они не вмешались и не отравили все. Люди до такой степени были благодарны. Говорят, Надежда Васильевна, пойдемте, мы вас посадят за стол и давай кормить ее. Она говорит, я не буду одна. Понимаете, какая была вот какое-то расположение. А потом говорит, спойте нам, спойте вот еще нам. Понимаете? А потом раз все разрушен, дьявол. Это как-то было так, как будто вот что-то отрезали. Да. Сразу. Люд, а ты помнишь бабушку Акилину там в доме престарелых-то? В доме престарелых ходили. Она все время говорила, вы уж потом молитесь, я на ее молюсь. Она такая была, всегда мы около ее сидели все и рассказывали. А как они там говорят, она так хорошо нам говорит о Христе, мы же ни разу не слышали. Мы ни разу не слышали о таком, что она говорит, и вдруг, а вы подходит, а вы что у епископа Максима благословились? Кто вас благословил? И все. А я потом по комнатам ходила еще рассказываю. Ну, это все только в словах осталось. Какая нужда в людям. Вам никто из тех, кто сейчас будет даже вот смотреть там, посмотрит, скажет, ага, бабка уже врет, съемок-то не было. Наколдовала что-то, наболтала языком, все, нету ничего. А с другой стороны, видите, как хорошо, что съемки есть. Теперь-то мы можем показать что-то. Кто-то скажет там, мы же должны как будто быть примером. А пример скажут, да вы же там напридумывали, чтобы вот там, мы тут молодежь, мы должны веселиться, там прыгать, а вы нам что заставляете делать-то? И сами никогда не делали, придумываете все. А мы раз, свидетельство, видите, заснято все. И что дальше делать вам? А зато и учиться можно. Смотреть, какие люди встречаются. Уже составлять им ответы на вопросы, как правильно к ним подойти. Он только рот откроет, а ты уже заранее определяешь, что он будет говорить. И уже у тебя есть ответы, по слову Божьему. То есть, с одной стороны, это очень-очень-очень, как бы, действительно похоже на то, что себя прославляют. А с другой стороны, это очень поучительно, занимательно. И другие могут смотреть, те, кто еще не пришли, а те, кто пришли, кто занимается этим. Это же прям кладезь мудрости, премудрости Божьей. Все на свое время. Спасибо. Матфея, 6 глава, 3-й, 4-й стихи, да? 5-й. Огненная река, прочитали, да? Да. Матфея, 5-й стих, 6-й главы. И когда молишься, не будь как лицемеры. Так, это мы прочитали. 5-й, 6-й, 6-й. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затворив дверь твою, помолись. Это вот толкование было. Тоже. 7-й, 8-й стихи. А молясь, не говорите лишнего, как язычники. Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Блаженный Феофилакт толкует нам. Много глаголания, то есть произнесения длинных монологов. Есть пустословие. Когда, например, молимся о чем-либо земном. О власти, славе, богатстве. Итак, ты не будь пустословым и проси того, что достойно Господа Бога. Не должно совершать молитв, составленных из многочисленных слов, а должно молиться не многими словами, но сердечно и непрестанно. Молимся не для того, чтобы научить Его, то есть Господа, но чтобы самим нам не увлекаться житейскими заботами, получить прощение грехов и великую пользу от собеседования с Ним. Вот великое дело молитва. Вот не так давно у нас было на благослужении о молитве. Проповедь, и там как раз говорилось, как нужно молиться, о чем. И последнее всегда, всегда заканчивается, я заметил. Никогда не молись о врагах, о проклятии врагов или о убийстве, чтобы Господь убрал их, убил. Никогда, никогда не молись. Всегда. Всегда. То есть начинается с этого, а теперь-то мы знаем почему. Почему? Это ступени добродетели. Наивысшая ступень молиться за врагов своих, для того, чтобы Господь сохранил их верными Господу Богу. Обратил. Чтобы Он их обратил. И там написано, когда тебя обижают все оставаться спокойным, потом дальше, и достичь такого совершенства, чтобы ты желал уже быть в нахождении в злостраданиях. То есть, если тебя обидели, апостол Павел говорит, а не лучше ли тебе оставаться обиженному? Да. Вопрос задает. Так что значит, не лучше или лучше? Лучше остаться обиженному. А почему? Господь тогда призрит на тебя. Как Давид, когда идет Ихусий этот, проклинает его, бросает на него камни, там бросает песок, и там подскакивают телохранители. Да я ему голову отсеку. Что он к Давиду? А Давид уходит с сына в имя, а Весолом гонит его. Из Иерусалима уходит. Все, со всеми скармом. Жен оставляет. Все бежит. Он говорит, ой, не надо это делать. Боюсь как бы Бога-то не прогневать. А так, говорит, если это же неправда, все, глядишь, Господь увидит это и помилует меня. Всегда был в молитве. Вот что значит не пристанно молиться. Не просто не пристанно, Апостол Павел говорит, не пристанно молитесь. И монахи придумали неусыпаемая там кадильница, неусыпаемая лампада, неусыпаемое чтение там псалтыри. Ну, то есть неусыпаемая молитва. Неусыпаемая. То есть всегда надо читать, 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 читать кому-то. И вот они по очереди стоят, читают, читают, читают Как солдаты решили этого добиться Не это нужно было Нужно такое сердце иметь, которое вот это вот вместит Вместит все о твоей жизни и о жизни ближних твоих Как это было у Давида Молился о себе, в этот момент думал о других И получалось так, что Господь это видел Что да, Он думает именно о других И кто самый благочестивый царь? Ну, Давид самый благочестивый царь оказался Но иногда появлялись такие цари, Осия О котором было сказано И вот в эти годы, говорит, молодые свои Он поступал лучше, чем отец его Давид Вот как написано Ну так он только примером был Давид То есть, что значит лучше? Значит, этот уже его прапрапраповнук усвоил все, что было нехорошего у Давида И теперь этого не делал Пример был И это все Господь отмечал И поэтому всегда говорил о престоле Давида И мы видим в Арахии слепец Сын Варахии кричит Сын Давида, помилуй нас Со всей громкости И Господь повернулся И сказал, ну-ка подзовите-ка его сюда И чтобы, написано в толковании, чтобы до конца он уразумел, кто перед ним стоит Не просто потомок Давида, а творец Давида стоит перед ним Он ему тогда открыл очи Отверз, побеседовал с ним Вот Господь как поступает И с верными, и показывает верность И показывает верных Верных людей Поэтому не нужно страшиться, когда идет благовестие Когда люди беседуют Это все мы смотрим Примеры нам очень нужны Библии бы не было, если бы не было примеров Просто можно было фотографии делать Телекартины Господь недаром послал Луку, врача и художника оказалось Который нарисовал нам первую икону И вот мы, пожалуйста, иконы Мы теперь смотрим на них И вот, представь Богородица с младенцем Видим, стоят цветы по краям Престол Вон дальше Никола Чудотворец И Господь Иисус Христос, представь Богородица Вот крест Господень То есть мы уже все видим Это изображение, мы видим их На них все Почему? Господь сказал все изображать А теперь изображение, ну оно Теперь идет, передается, передается Придумали как, взяли вот так вот Вот так вот Сейчас покажу Вот так взяли кучу листов И вот здесь взяли, начали рисовать рисунок И заметили, что Как 24К Проходит 24 Раз, там начинает меняться И вот рисуют один Рисует смещение, небольшое смещение И потом через 24 начинает И вот это вот так вот Листали Быстро листали И получался мультфильм Ну это было Большими, тогда еще не было кино Прям листали И вот люди смотрели Там бежит человек Или что-то дерутся И прям рисовали Прям много рисунков было Можно же листать уголок А можно целыми страницами Только надо Так, чтобы мелькало 24 кадра в секунду И тогда получается такое впечатление Как будто движение Ну ты вот смотришь И не видно Когда быстро Вот так вот Ну это кажется Что идет Ну 24 кадра в секунду Это потом заметили Они узнали Сколько надо И получилось изображение Ничего такого нету Это те же рисунки И здесь тоже Когда снимается на камеру Что бояться Не сатана там сидит никто Это пример для нас Это изображение Только оно уже в движениях идет И вот так вот эти Придумали Как он Синематограф Там братья какие-то придумали Что-то все братья Эти Воздушный шар Братья Это тоже Синематограф Братья Самолет Тоже братья Что-то дает Видать Надо, чтобы кто-то Родственники были рядом Подбадривали тебя Потому что совершило Необыкновенные действия Слава Богу Кто это придумал Мы просто не знаем За них молиться надо Что есть примеры Показываются А там скажут А ты вот сейчас сидишь Там перекрестился На самом деле Ты там еретик Ты там подмазываешься Под православных И так далее Так подождите Надо читать Слово Божие Господь сказал Исследуйте Самих себя Верили вы Самих себя Исследуйте Вы понимаете О чем идет речь Вот Кто там сидят Где по телевизорам Где Вот мы тут все сидим Мы каждый Себя можем исследовать Верим мы или не верим И теперь Когда вас спросят Вы верны Христу Или нет Вы должны точно сказать Я верна Христу Или я верен Христу Моя душа Моя душа Всегда со Христом Я стараюсь Исполнить все заповеди А исполняешь Простите Простите Не все заповеди Ну Исполняю все Но все равно Срываюсь и грешу Ага Знаю Христос это все сдал Поэтому Даровал нам Священство Даровал исповедование Сережа А вот эти Рассказывания После вот Этого воскресенья Были Интернатив Что мы Вот там Снимаемся В ходе Нет Это еще давно А в это воскресенье Снимаемся Там еще Нету комментариев Там нету комментариев Это было раньше Так Еще Молитесь же так Девятый Стих Отче наш Сущий На небесах Да святится Имя Твое Твое Да святится Имя Твое Святится Толкование Иное обед Иное молитва Обед Есть Данное Богу Обещание Как например Когда кто Обещается Воздерживаться От вина Или чего Либо иного Или Паститься В известное Время Или Подавать Что для Бога И прочее Понимаете Что такое Обещание Например Когда кто Обещает Воздерживаться От вина Или чего Либо Ну вот помните Это Значит Сразу Будем тут Идти Это Эти Господи Помилуй Это Самсон Был Так и не Назывались Господи Помилуй Забыл Те кто От вина Господа Называли Еще Назареем Назареем Назывались Назареем 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 Назарейство То есть Те кто Отказываются От вина Вот полностью Даже Кожур Кожурку Назареем Виноград Сказал Сказал Да Да Нет Нет Все остальное От лукавого То есть Такое впечатление Как будто Господь ждал Этого Когда Ну Нужно будет Ну наконец-то Люди подросли Чтобы Без клятвы Без этого Без этих Обещаний Которые Невыполнимы Вот такое было Обещание На несколько лет Не на всю жизнь И люди Старались Выполнить Там На 4 года На 5 лет Давали Вот Самсон Был такой Другие люди Обед Есть Данное Богу Обещание Как например Вина Так Или поститься В известное время Или Подать Что для Бога И прочее А молитва Есть Прошение Благ Вот молитва Она еще не Однозначно Вот как Это канон Великий канон Андрея Критского Покаянной Читали мы И там все время Вот все 9 песней Сплошное покаяние Идет И все Кается Кается Вспоминает Человек Ну понимаем Сам это Андрей Критский Вспоминает Адама Вспоминает И до Антихриста Все идет Воспоминания Можно выключить А надо Выключиться Не нашла Ну крайне 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 Садитесь Садитесь Я все саду Садитесь Блага попросил Да Дальше Что нужно Дальше Нужно Поблагодарить Раз тебе блага Есть Так Ну тоже Молитва Просто Молитва Благодарственная И действительно Мы видим Андрей Критский Ну совершил Там это Подписал Подпись Поставил Под этим Собором Нечестивым Ладно Ну теперь Он молится Молится Просит Покаяние Ну Господь Тебя простил Или нет Ну считается Простил Ну так простил Ты теперь Это Давай Благодарение Нет Покаяние Так осталось Благодарения Нету Игнат Тихонович Это увидал Довершил Написал Еще Одну Часть Что После покаяния Благодарственная Идет Помог Так сказать Брату Святому Дальше Ну теперь Поблагодарил Все Теперь что ли Нет А теперь Ну представь себе Бог все Исполнил Все прошло Теперь что нужно Теперь просто нужно Славословить Господа А для чего Для того Чтобы не повторялось Больше никогда Этих ошибок твоих Славословить Бога Для этого Господь видит тебя Понимает Кто ты есть И направляет Путь твой Посылает ангелов Посылает там Ну Что только не посылает Тебя на встречу И даже через безбожников Посылает такие Правильные пути Что ты не делаешь Вот этого То что ты сделал Руку свою Подписал 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 же наш Епископ Евтихий Вот то что мы Теперь Отдал Теперь может Кто-то сказать Спокойно Что мы В московской Патриархии Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй И как это нужно было Узреть Здесь Духовное возрождение В России И когда его спросили И я его спросил Игнатий Тихонович И я тоже Он сказал Ваша община Я увидел Духовное возрождение В вашей общине Духовное возрождение России В нашей общине Ну Как бы И Если он это Увидал То скорее всего Логично Теперь следует Что Мы первые Должны были Тогда попасть В московскую Патриархию А нет Так мы Туда и не попали В московскую Патриархию Так не относитесь? А с чего Надо относиться? С чего? Если мы Поминаем Метрополита Илариона Зарубежного Русской Православной Цирки За границей А как он Может быть Московской? Находясь В Монреале Я думаю Что сейчас Уже просто Мы ничего не знаем А сейчас Его уже вызвали Тогда Там же Не черный воронок Посылают А там вызывают Или прям Приехали Они обычно Так делают Приехали И посоветовали Ему давно уже Откажитесь От всех Этих Общений С Москвой Видите У нас Как Обама Уши уже Вот такие Стали Как у обезьяны От страха А тут Вы еще Под боком В Нью-Йорке Находитесь Вот так Вот Так что Не в урочный Час Объединение Воссоединение Произошло Назвали Объединение А на самом деле Воссоединение Духовное В чаши Воссоединение В чаши Давно уже Я был Седьмой Год Так что Единственный момент Что было сделано Что они хотели Это чтобы не было Духу Здесь На территории России Чтобы упоминались Общины Зарубежной Церкви Ты понимаешь Русская Православная Церковь За границей Когда так говорят Все Шпионы Американские Доллары Получают Из Америки Им туда Шлют И шлют Чтобы они тут Разлагали А мы Разлагаем Евангелие Начинаем Раздавать Разложение Делаем Ужаснейшее И все это Понимают Иностранный агент Ужасно Что творится Итак Молитва Трех видов Дальше Читаем Прошение Благ Словом Отче Показывает Тебе Каких Ты удостоился Благ Сделавшись Сыном Божьим То есть Благ Каких Добрых Дел Какие Добрые дела Господь Сделал Которые Коснулись Тебя Впрямую Да Меня коснулось Что Бог Меня избрал И дал мне веру Вера Самое главное И веру Такую Какую Я искала Не то что Просто я Вот он Меня коснулся Неожиданно А я ее искала С самого детства Искала Искала И даже Вот как-то Я никак не понимала Я не жила Я не жила В это время А я как-то Смотрела На жизнь Со стороны А когда Бог Как-то Дал мне Веру Вот он Дал Никакой Мои такой Злослуги Это нет Потому что Как будто Кто-то И вел И вел Меня И поэтому Я считаю Что самое большое Что Бог Дал Мне Веру И я Прошу И молюсь Всегда Чтобы Господь Не лишил Меня ее Потому что Я такая Бережная Но тут Видите Как 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 Удостоился Благ Сделавшись Сыном Божьим То есть Уже Будучи Верующим Какие Блага Господь Открывает Перед нами Смысл Какой Смысл Такой Что Если Нету Бога Как Лев Толстой Сказал То Зачем Жить Зачем В тот же Миг Себя Сразу Не убить Смысл Какой Цель Твоей Жизни Ну Ты Жил Жил Умер И Ничего Нету Там За Гробом Это Если Ты Только Так Думаешь Сколько Ты Тут Пакости Людям Творишь Ты По Головам Идешь Если Ты Так Думаешь Что Там Ничего Нету За Гробом И Мы Видим Идут Вот Губернатор Сахалина Куда Воровать Больше Миллиарда Ручку Какую За 6 Миллионов Евро За 30 Миллионов Куда За 35 Миллионов 36 Миллионов Это В рубля Какие Блага Так Вам Зачем Это Я Не Понял Вот Зачем Вы В цифры Влезли Ну Посидите Послушайте Немного Зачем Вам Не об этом Речь Идет Я Говорю О том Когда Нету Бога Когда Цели Нету Божественной Любовь К людям Зачем Его Поставил Путин Путин Каких Людей Ставит Ну Однозначно Хочу Скать Тех Которые Живут Не Для Себя Которые Стараются Жить Для Других И так Далее А мы Видим Кто Рядом Я Тут Смотрел Когда За Электричкой Шли 150 Поездов Отменили Он Аж Подпрыгнул На стуле Стул У него Такой Золоченый Все Вижу Он Как Император Сидит И Когда Ему Сказал Да А мы В ближайшее Время Соберем Вы Что Там С ума Что Ли Сошли Он Аж Испугался Вижу В глазах Испуг Он Как Представил Сколько Сейчас Жалоб Посыпется Это Все Вы Лишний Раз Ему И так Не надо Чтобы Жалоб Было Нисколько Потому Что Санкции Со всех Сторон А тут Взяли Просто Так Поезда Отменили А где Цены Какие А потом Скоро Соберемся Там Тогда Цены Назначим Тогда Уже Через год Запустим Эти 150 Поездов Там Живет Воронежская Да И этот Сидит Такой Да Да Ты Министр Транспорта Или кто Так Чтобы Ты был Министр Транспорта Я бы Так Путину Сказал Сразу С Сегодняшнего Дня Прям Сейчас Одеваешь Сапоги Сам Купишь С железной Подковой Одень Хороший И чтобы Ты Все Которые Ты поезда Отменил Пешком Прошел Все И посмотрел Сколько городов И так далее И приблизительно Посчитал Сколько людей Где садиться Иди Вперед Министр Транспорта Большие Карманы Шесть Сухарей Туда Набей Там Фляжку Себе Приготовь Во внутренний Карман И пошел Быстро Отсюда А то сидит Такой Развалился Ну как Небудь При случае Мы там Он аж Подпрыгнул Вообще Прям Прям Такие Глаза Вы что С ума сошли Он обычно Старается Так это Говорить А тут Он очень Спугался И тот Такой Да да Мы Завтра же Сегодня Немедленно Такой Пробзялся Немедленно И тот Такой Сидит Уже Чувствует Да Владимир Владимирович Это зря Я с тобой Водку В сауне Пью Вот так Певцы Трудиться Надо Ножками Ножками Ходить В пальто С большими Карманами С сухарями А не просто Так сидеть Там за столами Говорят Первые Когда строили Железные дороги Сами ходили Все Строители Ну там Те Подрядчики Были Куда Деваться По болотам Между Москвой И Ленинградом Первые Прокладывали Поезда Там Очень Сложно Было Так что Надо Знать Кого Ставить Как Показать Эту Любовь К людям Очень Сложно Показать Особенно Когда люди Кричат Я Хороший Выбери Меня Ну меня Выбери Депутаты Я Хороший Поклини Какой В галстуке Глянь Какой честные глаза Ему так все Так Фотограф Так 1200 фотографий Ни на одной Честных глаз Нету Ну ты что Не можешь что ли Честные глаза сделать Иди куда-нибудь Походи Или что В церковь Или где Посмотри на людей И тот пошел уже Нет Не может Иди к Миронову К Евгению Он тебе покажет Как делать честные глаза Это актер известный Тот глаза делает Честнейший Хочешь Бандита тебе сыграет Хочешь Прям такого Идиота сыграет Короче Надо им всем занимать Они все Видать Актерскую школу проходят Подмажут их Подлепят И вот Порошенко уже Порошенко как поросенок А сделали его Все такое Мужественный стоит Все Щеки втянул Все молодец Прошел Путина тут Хоть с ним угадали Он спортсмен Подтянутый всегда Чик Единственное маленького роста Ну и что Поэтому я бы Двери в Кремле Чуть пониже сделал А то там двери такие открываются Хоп Такой пикне идет Но правда так идет Таким походняком уверенным Так должен быть Хотя бы Ну метр на три выше Когда двери эти открываются Кремлевские Маленькие более успешные люди Да это всегда было Все маленькие Смотрите на полянку Ему некогда о своих мясах думать Женщины меньше на него клюют Поэтому приходится саму все копытить Ну и так далее Ну докопытил Что говорить Ну теперь нет Я к тому что Дела то ведет неплохо Он и Видишь Губернаторов поставлять Это такая Прямо это Вот этого Немцова то убили Я думаю Он действительно расстроился Да он там оппозиционер И так далее А ему что Жарко или холодно Главное что Один из вопросов закрытый То есть Кто что то скажет Ну а у вас там оппозиции нет Вы там не демократическая А Немцов все Ну да Немцов это да А тут все Взяли Чик Подставили Так что Конечно я думаю Что убийство Никогда бы Это Чтобы в нашей спецслужбе Специально Немцова Думаю это ни к чему Путину Тем более в таких отношениях Ему вообще все эти убийства Ни к чему Да У него столько оружия Ему зачем вообще эти убийства Ему надо чтобы как Кадыров Вот жил спокойно Мужик Сам веровал в то Что придумали Вот это толкование Они на Новое на Коран Ну такое Чтобы можно было жить Да Потому что если по настоящему то Как они с самого начала шли Мусульмане Со своим толкованием На этот Коран То вообще у нас бы никого нету Всех убивать надо Или Или сейчас бы тут сидели мусульмане Одни И мы бы разбирали не Новый Завет А Коран Однозначно Ну слава Богу Что мы говорим Отче наш Потому что Для мусульман Аллах Это никакой не отче Но они Аллах Милости Много милости Все Но он не отец у них Интересно Читал Читал Обращение одной мусульманки В Пакистане И она обратилась Именно через слово Отец Отец Ей Протестанты Беседовали Рассказывали Все видать Отче наш Тоже читали И как то видать Ее на сердце запало И ночью Ночью прям И голос И слышится И все Его своим отцом Да Голос слышится И все И это Она потом Все время Отец Отец такое Кто Отец И она Слово отец Произносит Наконец-то Отец И она понимает Это не оболаки Все И потом Когда она Приехала к протестантам Этим Они ей подробно Начали объяснять Все И как она уезжала Из Пакистана Там по другому Никак нельзя Кошмар Кошмар Но однако Господь Там ей Через отца Открыл А как Может быть отцом Аллах Нет Аллах не может быть отцом Никак Чересчур Это грозный Над всеми стоит Существо Ну это да Да Маленький Маленький Пизод Последнего Благовестия Одной женщине Подаю Евангелие Примите Это даром Вот Благословение Патриарх Кирилла Показать Не надо И как-то так Вот И пошла Встала И стоит А я говорю Вы знаете А если бы у меня Сейчас был в руках Коран И я бы предложила Это мусульманке Она бы не отказалась Она повернулась Так испуганно На меня смотрит Смотрела Смотрела И вроде у нее Что-то такое Хотела бы взять А уже гордыня Не позволяет Перешагнуть Через себя А слова-то эти Как ее обличили Ну дай Бог Чтобы обличение Заметли Да Способствовало Дальнейшему Она не взяла Она боролась Внутри ее Пошла Я хотел бы сказать Показывайте Каких ты удостоился Благ Сделавшись Сыном Божиим То есть Цель нашей жизни Вот то что мы сейчас Проповедуем Собираемся здесь Это все Господь сделал Для того Для того чтобы Для того чтобы Мы могли Себя чувствовать Настоящими Божьими Детьми Дочерями Сыновьями Божьими Это Очень сложно Обычно говорят Да вы сейчас С ума что ли Посходили Кто вы Вы вообще кто такие Что вы Святые что ли Ну да Господь нас Называет Святыми И меня На работе Прозывают Ну когда хотят Показать Святой Святой Ну называли Сейчас не знаю Сейчас наверное Бородат зовут А то Святой Было Я говорю Как зовут меня Там парнишка Такой Ну хороший Он говорит Святой Когда поп Когда святой Зовут Так главное Что не били С одной Ну да Пронесло Пока не били Еще Ну начальник Ну да Я как начальствующий Жизнь Элемент Там шеф Он за меня Гороль Просто поэтому Поэтому пока что Еще не бьют Ну желание есть Словом же На небесах Указал тебе На твое отечество И на отеческий дом Посему если желаешь Иметь Бога отцом Смотри на небо А не на землю Как бессловесные Ну вот Еще можно Об этом сказать Отечество А у нас обычно как Патриотизм Патриотизм называется Потом коммунисты Слово патриотизм убрали Это отечество Платриум Отец Отечество убрали Как бы И заменили Родина Родина все А родина А вот не пошла Родина почему-то Родина мать Не пошла родина И в конечном итоге В середине войны Назвали Отечественная война Не родная война Родной ты как это назовешь Как-то выделить надо было И тогда назвали Отечественная война Великой отечественной А почему отечественная Бились за свое отечество Они Уже не за родину Ну хотя и за родину там тоже говорили Но слово отечество выставили Это то же самое как Сталин Обращался В своем обращении там 12 июля Он обратился впервые Сначала там 22 июня Обратился Молотов А 12 июля Сталин только обратился И он сказал Помолчал Дорогие братья и сестры Это весь союз Это да, это все вздрогнули даже Потому что чтобы так называл Сталин Там обычно товарищи А тут братья и сестры То есть он этим показал Что все мы в одном отечестве живем И все дружно кинулись Ну дружно не дружно конечно 5 миллионов было Людей которые сдались Да еще миллионы Миллионы расстрелянных И конечно получилось вроде как дружно На самом деле не очень-то было и дружно Не очень многие хотели Чтобы это было отечество Такое Особенно Северный Кавказ Там они все Крым Северный Кавказ Многие Поволжские крестьяне Их сюда все Западная Белоруссия Восточная Белоруссия Украина Особенно Западная Да там хватало Я сейчас с Украинкой общался Может тем не в тем Она говорит что вы живете В фашистском государстве И советский фашизм был Мандера это был герой Просто его неправильно говорят Как это вот такие вот вещи Видите Пропланировать А вот как раз мы сейчас Про это и говорим А здесь нам указывают Говорит на отеческий дом Отче наш И дальше Сущий на небесах На небесах Итак Отец твой где? У меня там по отец Там в Краматорске живет Или там еще Ты сын Божий или нет? Вот проверка твоя Я сын Божий Где твой отец? Ты должен сказать Отче мой Отче наш А почему мы говорим Не мой А наш еще Говорим наш Этим показываем Что церковь жива Церковь Мы не просто я один А церковь У меня много братьев Сестер Они Как баптисты любят Это говорить Когда их спрашиваешь А как же Значит Православная церковь Она же тогда была Да Ну не православная Ну православная Да Ну такая как Наша вот эта церковь Да-да была конечно А вы говорите Что не было церкви Ну так это же Неправильная у вас церковь А правильная церковь была Среди отдельных людей Которые ее несли Несли-несли И донесли до баптистов И баптистам передали Вот как они говорят Но я к тому Что мысли беру Что церковь Она не в каком-то огромном обществе Допустим Почему мы Безблагодатность Московской патриархии Не признаем В то же время Признаем Что поставленные ею Патриархи Они без Безблагодатные патриархи Сами Потому что Ставил Берия Сталина Собора не было Даже сегодняшний собор Который показали И то был Неправильный собор Не было жребия Которое тянули Просто раз выбрали И все Из троих Троих выбрали Один раз в этот момент Отказался И все И большинство голосов Этот победил А как было Кирилл А как было При 18-м году В 17-м Когда избрали Этого Белавина Патриарха Тихона Также троих выбрали Жреби Эти Голосование Троих У Белавина Было Самое меньшее количество Голосов Больше всего Антония Храповицкого 100 с лишним 160 А у Белавина 40 всего было У Тихона У Тихона Белавина И там еще был Один Агафангел И пришел старичок Самого-самого Схимонаха Он не видит Не слышит уже Все Пришел в схеме Подвели его Он раз-раз Выбрал Достают Патриарх Тихон И все Как же так Ну почему Патриарх Такое Время смутное Все Из самого тишайшего Выбрали Из самого кратчайшего И потом только Когда начались Эти большевистские гонения Когда так убивали Везде Патриарха Первого Должны были Убить Тут же И вот Эта его Кротость И тихость Ему помогла Сохраниться Еще Четыре с лишь Половиной года А потом В 25-м По-моему В июле Месяц Он был отравлен В июле Или Сейчас не понял Или по весне Что-то не упомню сейчас Ну в общем Был отравлен Так-то конечно Сказали Что сам почил Ну ему было Всего там 68 лет И он был Не казаков Там не было Тех частей Которые Могли бы сражаться И Выйти от Орла И выйти на Москву Не хватило сил Именно в этот момент Он посылали Посылали К нему Да Ну это правильно Было сделано Нельзя благословлять На войну Никого Он Ни большевиков Не благословил Ни большевиков Он не благословил Ни на что Ни Ни белогвардейцев Не благословил Не нашел нужного Ну вот это Вот великая его заслуга Хотя он там Было Подписывался Там под чем-то Под какими-то Тоже декларациями Но они Не не несли Того кошмарного Разрушения Которое принесла Декларация Митрополита Сергия Мы редко о ней Вообще-то говорим Как бы уже Это вышло Из пределов Нашей Внимания Потому что Зарубежная церковь Далеко от нас Мы Как единственные Представители Здесь Зарубежной церкви Все это в себе Должны иметь И помнить Но Это Стараются Сейчас Никто не выпячивать Ни Игнать Тихонович Ни батюшка Об этом не говорят Конечно Сергию Это я думаю Никто не упоминал Я что-то Не помню Кто упоминал Где Говорите Говорите Когда был У них В Потеряевке Он с ним Когда беседовал В присутствии Священников Он говорил Он говорил О том Что вам надо Вспомнить Ваше происхождение То есть Московского Патриархата Надо вспомнить Происхождение Откуда вы начались Говорил Слава тебе Священство И что-то Топтался Ну показывал Меня Как я Благовест Ну посмотрели А Людмила Степанов Встала И говорит Так а мы же Когда ходим По квартирам И все Нас же Иретиками Раскольниками Называют И до сих пор Называют Иретиками Раскольниками До сих пор Вот я эту женщину Клерошанку говорю Которая ведет Все кто понимает Сколько нибудь Немного И все кто нас знают Они Ну что Лапкины Знают От Лапкина Все говорят Это сектанты Все равно Раскольники Сектанты Похоже Что она не знает О последних Вот этих Вот двух Годах Нашего Общения С Московской Периархией Она видимо Не в курсе Что Многие Уже много Священников Были с нами В общении Что мы Вместе Проводили Службы И то что у нас Два епископа Уже Вот С их Прямо Вот их Родные Епископы Они приезжали К нам И проводили У нас Службы Похоже Они не знают Глядите Вот вы Что-то пытаетесь Защищать Вот Раисе Николаевне Звонит Стогула Татьяна Которая у нас В общине Она еще не выписалась Из общины Она в общине В нашей И что она ей говорит Какие слова И ее священник этот Вячеслав Масленников Который там Ну сейчас говорят Заменили его Ну недавно Он два раза был У батюшки Он что я не мог сказать Что был там У батюшки Что у нас Сверхблагодатный Что наконец-то Отпусти Игоря на покаяние Из сердца своего Он нормальный Православный Она же так и не знала Кто я Она вот так металась Сколько мы с ним Были знакомы Она вот так металась Все Ну православный Это или нет Ну православный Это или нет Сидим Беседуем Но ни разу Она не согласилась Чтобы я сел Вот так вот И начал считать Вот так вот Блаженную филактору Я только начинаю Она Нет Не буду Не буду Все А вот вопросы Сама задавала Начинает Вопросы задавать Одни и те же вопросы Я уже говорю Да записывайте Ответ Томой Я что тут Для вас Работаю Что ли Этим Репродуктором Она говорит Расходим Но они Сейчас Игорь Я уже Все Поэтому я могу Прямо сказать Ничего там Нету То что Они съездили Поели Съели Батюшкиного Барашка Все На этом улеглось Максимум Добежали до туалета Через 3 часа Готово дело Как только прошло Через Как он называется По цирку на славянский Ну в общем Акфедроном Как вышло Все так у них Тут в голове Запустело Пока Балах Барашка Здесь еще Этот Ягненок Да Барашек У них тоже в голове Что-то ворошится Как только вышел Все Перестало Барашка Вместе Служба Ну и что теперь дальше Что такое У них что Мало служб Они знаете Сколько там служат И что дальше Они кому-то потом ходят Докладывают Что О мы где были Вы знаете Мы были в Потеряевке У самого Лапкина Да Ну кто самого Лапкина Его-то Многие не знают Даже Ну о чем тогда Речь-то идет Ну если никто не знает Что они будут Кому говорить-то Это их Конкретно только Тайная цель Сергия Батюшку нашего Увлечь В Московскую Патриархию Чтобы Саша Загуляев Когда сказал Что мы в Московской Патриархии Чтобы это Никто немало Не сомневался Уже Ну только Единственное Осталось у них Что батюшка Тайно вытаскивает Частицы За Кирилла Патриарха Или По-настоящему Так сказать А вот Их отношения Вот к этому Мы Не в этот раз А вот вперед С Валей Ходили на Благовестие С одной женщиной Она ходит в храм Она храмовая И когда я ей предложила Она говорит Как она испугала Как она начала На меня там Это А потом говорит Да вы Называйте себя Православной Я Говорит Всегда в храме Православные Никогда ничего не дают Это сплошь и рядом Говорят И это часто говорят Так ведь она потом Я говорю Как Ну вот смотрите Вот я прям Ей открываю Вот так вот Ну сами вы Я вам даю Вы сами Прочитайте Кто вы Благословение Это чье Я ей вот это показываю Кто издал Показываю Вы что ко мне привязались Я говорю вам Что никто не дает Когда у вас нету Тут благословения Они вам говорят Да у вас благословения нету Ну и правда нету Когда есть благословение Им же надо что-то говорить Они как вот Тот мужик от меня На остановке бегал Отойдите от меня Отойдите Вы что Ко мной бегаете А подбежать ко мне И сказать Ты сектант Это значит нормально А теперь я ему Да посмотрите Говорю Это живот Это православное Отойди от меня Такой Прямо бедняжка А сам раз Пробежит Сектант Сектант Ты че как Точно так Бегаешь Черт тут из табакет Я стою Ко мне Не знаю Представь кто подходит Он Вы Вы сектанты И они там закусились С этими бабками Должен смотреть на всех Как на братьев Детей одного отца Вот как Да святится имя твое Твое То есть Соделай нас Святыми Дабы Прославлялось Имя твое Ибо Как моими Худыми Делами Бог Хулится Так моими Добрыми Делами Святится То есть Прославляется Как Святой С большой буквы И так Вот пожалуйста Для камеры Или не для камеры Как раз Этот ответ Когда Господь прославляется Когда идут Добрые дела А добрые дела Записаны Не на камеру То есть Получается так Что Мы еще Сами Даже с вами Не знаем Добрые Мы там дела Сделали Или нет Потому что Мы то есть Как ничто Написано Мы есть ничто А нас уже Кто то Начинает прославлять Они же как говорят Вы на камеру Там для интернета Специально Добрые дела Делаете Значит они все таки Добрые Кто то увидел Недобро И слава тебе Господи Помолимся Что есть такие Люди С такими Мягкими сердцами Которые видят Наши добрые дела И глядишь Скоро прославят Отца нашего Небесного Которого Слава Слава Ныне и присно И во веки веков Аминь Песнопение Правильно Православное Сегодня Православное Да нет Нет Не выйдет Не выйдет Нету подготовки Прошу вас Прошу вас Сейчас мы найдем Сейчас мы найдем Ну можно 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 Слушайте Повесть Любви В простоте Спеть Это первое Самое Первое Но мы До мусора Не обращались Так Ля-мажор Глаз Четвертый Ля-мажор Готовы? Первое самое Слушайте Повесть Любви В простоте Слушайте Дивный Рассказ Бог Нас Навеки Простил Во Христе Бог Нас От Гибели Спас Бог Нас От Гибели Спас Бог Нас От Гибели Спас Да Бог Нас Навеки Простил Во Христе Бог Нас От Гибели Спас Если Неправда Потерянный Дней Мучит Восстя До Сны Час Верни Всем Сердцем И Верою Всей Бог Нас От Гибели Спас Бог Нас От Гибели Спас Бог Нас От Гибели Спас Да Бог Нас Навеки Простил во Христе, Бог нас отгибел и спас. Если под мраком житейских скорбей пламени надежды погас, Вспомните только хоть мыслью своей, Бог нас отгибел и спас. Бог нас отгибел и спас, Бог нас отгибел и спас. Да Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас отгибел и спас. Если привидим согласно к земным, Славой смущает соглас. Славой смущает, Бог нас отгибел и спас. Славой смущает, Бог нас отгибел и спас. Да Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас отгибел и спас. Благославия Господь, мне и присно, и варите веков. Аминь. Господи, помилуй. А мы не спели изначально «Царю небесную», давайте сейчас сперем. «Царю небесную», «Царю небесную», «Царю небесную», «Утешителю души истины» «Царю небесную», «Царю небесную» Отец наш Небесный, молим тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови нас, все, что мы здесь сейчас проходили, употребить в этом мире, в нашей жизни, для спасения наших душ, для спасения душ ближних наших. Помоги тем, кто еще не пришел к Тебе, Господи, и к собранным Твоим собери еще. Благослови, Господи, нас, чтобы мы прошли святые дни этой великого поста, как подавая истинным чадам Твоим, святым и верным. Помоги, Господи, чтобы как можно больше было еще у нас таких приборов, которые могли запечатлеть труд, жизнь и тех людей, с которыми мы встречаемся, для примера другим, а не для нашего, для тщеславия. Благослови, Господи, и тех, кто трудится в других местах и благовествует Тебе, Господи, Творцу. Соделай, Господи, еще многих Твоими чадами. Слава Тебе за все, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Спаси, Христос. Спасибо, Христос, за прием. Ну что, как ты тебя здесь развиваешь?